Чё, спасибо вам огромное, пацаны, вы красавчики, реально. Вообще ситуация такая, что его спалила училка какая-то, даже не его классуха, за сигаретами со старшеклассник. Так, 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 где моя монтировочка, где моя монтировочка? Прямо сейчас будем пытаться, ааа, фак, пытаться взламывать этот, эту дверь. А перед посмотром моего ролика я рекомендую вам канал Гонщик ТВ. Здесь вы найдёте регулярные стримы со взрослой компанией по разным играм. В большинстве своём это вот и папок. Вы имеете высокое мастерство и сможете многому научиться. Так что хватайте печеньки с чайком и бегом переходите по ссылке в описании, а также не забывайте подписываться и передавать привет от меня. Ну чё, здорово, пацаны. Это новая серия реальной жизни, я знаю, что вы её сильно ждали, и вы знаете, я бы, наверное, хотел сказать вам спасибо не за лайки и комментарии, которые вы поставили на предыдущем ролике, в принципе, вы их нихрена не ставили, а за то, что вы довели девушку до депрессии. И сегодня Настя вообще отказывается снимать, и в принципе, больше она не будет появляться в сериях. Потому что, посмотрев предыдущий ролик, где она не принимала участие, а снимал только я, и вы набрали 4000 лайков, и посмотрев своё участие, именно в сериях, где, в общем-то, вы набирали полторы, может быть, даже 1700 лайков, она поняла, что наоборот приносит лишь только негатив и херовую оценку, и вообще статистику видосам. Поэтому, пацаны, поздравляю вас. Это просто пиздец. Я даже не знаю, как это комментировать. Сейчас, может, попробую её растормошить, но вы, в общем-то, сейчас сами всё поймёте. Настя, Котя, ну, Зая, ну чё ты, в общем, лежишь? Ну, успокойся. Дим, отвали и убери свою камеру. Ну, чего ты? Ну, блин, ну, подумаешь, там, ну, не поставили лайков, ну, господи, на них, ну, и пофиг. Я больше не хочу сниматься. Зай, ладно, если ты не хочешь сниматься в серии, в принципе, я тебя вообще не заставляю, я тебя прекрасно понимаю, но там со школы звонили, малой чё-то натворил. Ну, иди и разберись, твой сын, сам и делай. Я тебя понял. Хорошо. Я пойду разберусь, но если чё, вдруг я за себя не ручаюсь. Ты отдыхай там, я не знаю, не расстраивайся, всё будет хорошо, я надеюсь. Пацаны, ну, вы, в принципе, сами всё видели, вот такое вот состояние у неё уже последние два, да, может, даже три дня. Чё, спасибо вам огромное, пацаны, вы, вы красавчики, реально, продолжайте в том же духе, вы пиздатые подписчики, вот, блядь, вот серьёзно. И знаете, пацаны, я думаю, вы сейчас, наверное, обиделись на меня, но мне похер, вы реально головой вообще своей думаете. Девушка только-только вот вернулась, ну, с рабства это сильно сказано, в общем-то, была в плохом положении, да и в обстановке не лучшее, и вы вот так вот её встречаете, блядь. Ну, это просто, ребята, вот сегодня будет много мата, тем более ещё и малый какую-то херню, там, в школе учидил, я просто сейчас на взводе, и у меня горит жопа моя, вот, реально горит, вы не представляете себе. Ладно, вы на меня плюёте, но, блядь, чё я вообще вам говорю-то, а? Вам похеру, и, в принципе, получайте то же самое отношение с моей стороны. Вы, ты, чё ты творишь-то, ёб, твою мать, нахерячился, как обычно, и творит херню всякую, тем более в город, по-моему, запрещено таким и заезжать. Так, ладно, сейчас разберёмся вообще с малым, чё он там натворил, сегодня у меня вообще, по идее, должно быть дело, которое уже немножечко срывается из-за того, что я должен ехать в школу. Я недавно малого оттуда отвёз, и теперь должен, походу, его забрать, да, за то, что он там натворил. Если стекло разбил, ладно ещё, но если он, блин, я даже не могу представить. Так, ребят, короче, в принципе-то чё, я в предыдущий раз не говорил вам, чё это вообще за здание, как бы вот это вот это для взрослых, вон то для детей. А также у них есть спортивный комплекс и, в общем-то, вся учительская, которая находится вот именно здесь. Нам необходимо именно туда, потому что меня вызвал сам классный руководитель прямо с директором, и нам нужно сюда разбираться. Ну и кто тебе дал эти сигареты, а? Хотя чё я спрашиваю, ты ж не разговариваешь у нас пока. Короче, друзья, я не знаю, в общем-то, закончился учебный день, сейчас отправим его домой. Вообще ситуация такая, что его спалила училка какая-то, даже не его классуха, за сигаретами со старшеклассниками. Вы знаете, я понимаю, что это мой сын, потому что сам в школе тоже бывало делал такое, но в первую же неделю, и вы знаете, как-то, как-то немножечко стремновато и страшновато становится. А чё будет через полгода или же год? Он чё, всю школу тут изнасилует? Или же марихуаной будет торговать? Вот это меня больше всего волнует. Ладно, в общем-то, сейчас отвезу его к мамке, потому что я, если честно, если буду сейчас наказывать, то меры не знаю, могу и всю жопу красную сделать. А мамка более-менее снисходительно к нему отнесётся, может быть, я не знаю. Ну, а тем более, у меня ещё и дело выгорает, потому что это дело мне очень важно, так как у нас есть машинка, которую сегодня, возможно, даже и разберём, и хорошие бабки за неё получим. Короче, друзья, нужно поторапливаться. Так, ребят, отдал, короче, малого, и я ему вообще не завидую, потому что Настя как будто бешеная сейчас там мечется, говорит, какого чёрта, какого хрена он курил, это всё твои гены и прочее. Я, короче, решил свалить, потому что оно мне 300 лет не нужно, потому что, тем более, ещё и меня обвиняет. И, короче, друзья, сегодня, как я уже сказал, мы отправимся на дело. Для начала я хочу немножечко разведать вообще всю обстановку, которая там царит, потому что, друзья, на Феррари мы в любом случае там появляться не будем, чтобы нас не заметили. И да, народ, в общем-то, что вообще за дело? Короче, недавно вот здесь неподалёку проходили уличные войны или гонки, или как они там называются. Ну, короче, там ещё Академик был, в принципе, на своих тачках, и это было очень круто. Короче, мы за одним проследили. Ну, даже не за одним, а за несколькими, да? Но вот именно один нам больше понравился тем, что у него достаточно неплохая точка. Это Камара, если я не ошибаюсь. И он реально заряженный, друзья, если его толкнуть, то за хорошие деньги можно слить эту тачку. Короче, друзья, мы проследили вообще, где он хранит свою тачку, куда он вообще отправляется. И вы знаете, просто обычный гараж, который можно спокойно сломать монтировочкой, друзья. А вот реально, и сегодня я думал этим заняться. Короче, прямо сейчас мы туда едем, смотрим вообще, что за дом, что за гараж, что вообще, что почём, скажем так. И, в принципе, друзья, начинаем, наверное-таки, своё дело. Так, если я не ошибаюсь, нам нужно было... Нам нужно было бы как раз повернуть вон тудой. Ребята, вы знаете, там ни охранникам ничего. То есть, вот решётка лишь только на дверях. Больше там ничего вообще нету. Просто обычная мажорская семья. Сын на Камара. И это, я понимаю, вообще подарок. Потому что, друзья, они сейчас будут спать. И, вероятнее всего, даже не заметят, как их тачка просто уйдёт в мой отстойник. Ребята, это очень чётко. И как раз-таки именно то, что нам и надо. В общем-то, прямо сейчас мы ставим где-нибудь Феррари. Она, кстати, тут неподалёку мой дом. Ставим Феррари в гараж. Берём какой-нибудь транспорт другой, да, чтобы это чисто так отвлечь внимание. Вдруг чё. И, в принципе, друзья... Да даже можно и пешком сюда прийти. В принципе, друзья, взламываем гараж. И, в общем-то, идём и забираем эту тачку. Так, ребят, тут жесть сколько народа. И не хочу вот так вот палиться на миллион глаз. Как бы давайте дождёмся такого момента, когда будет очень мало людей. И вот прямо сейчас, я думаю, что стоит уже перелазить. Так, 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 так. Ребят, я, честно сказать, мало чё вижу. Но у меня есть фонерик, который может нам в этом помочь. Так, главное, чтобы не спалиться. Но, в принципе, окна сюда не направлены, а значит, мы можем спокойно... Фух. Я уже испугался. Спокойно подойти к этому гаражу. Так, 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 так. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Так, 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 так. Где моя монтировочка? Где моя монтировочка? Прямо сейчас будем пытаться... А, фак. Пытаться взламывать этот... Эту дверь. Так, отлично. Ребят, отлично. Он открылся, и вот она. Вот эта комара. Охренеть. Тут ещё какая-то тачка. По-моему, это электрическая. Охренеть. Ребята, если её пихнуть... Да вы представляете только, насколько бабок она потянет. Так, ладненько. Давайте попробуем её завести. Я надеюсь, ключи оставил. Да. Ключи реально оставил. Вот дебил. Так, ладненько. Аккуратненько на ней. Да, аккуратненько. Так, 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 так. Ни хрена она подрывает, ребята. Она реально подрывает. Так, ворота открыты. И это очень здорово. Ладненько. Аккуратно. Ребят, жесть. Жесть. Вы это слышите? Вот фига себе она заряжена. Я надеюсь, на меня не заявили, а? Ребят, походу я попал. Ну, естественно. Этого стоило ожидать. Потому что столько рёва в момент. Ух ты. Тихо. Аккуратно. Вы чё, пацаны? Вы чё, пацаны, творите? Столько рёва в один момент во дворе. Это, понятное дело, угоняет тачку. Поэтому, блин, да хватит её подрывать. Ну чё за фигня? Ребят, я не знаю, кто её вообще возьмёт. Но если по разборкам... Вау. Я чё-то спанул за что-то. Кто в меня там врезается? Так вот. Если по разборке её куда-нибудь пихнуть, двигатель отдельно, то отдельно. Я не знаю. Ну, на лямчик должна потянуть, как минимум. Ё-моё. Я заколебался на ней ехать. Так, ладно, ребят. Надо камеру, наверное, поставить чуть-чуть выше. Потому что я просто не успеваю и не могу и рулить, и снимать. Ребят, вроде бы нормально так мы поставили. Господи, я на ней только вот так вот и ездить. Тем более, ещё и от ментов ушли. Но это более-менее нормально. Но это не факт, что надолго. Короче, прямо сейчас мы едем под стойник. Скидываем эту тачку именно туда. Ждём около недельки, как минимум, да, ребят? Чтобы она, в принципе, отстоялась. Если же её найдут по GPS там или ещё каким-то способом, то всё. Это край. На отстойник забиваем и на тачку тоже. Если же не найдут, это просто превосходно. Так, нам, по-моему, в другую сторону, вон тудой. Ёпта мать. Я не знаю, какой дебил её вообще создал. Но если её продавать по запчастям, я думаю, она выйдет на хорошие бабки. И это будет очень и очень круто. Потому что, ребята, вот тут один левитый как минимум на 500 до 1000 долларов должен выйти. Ребят, мы почти приехали. В принципе, уже в доках. Уже, как видите, свидает. Пока что, вроде бы, всё порядок. И менты не на хвосте. И это не может не радовать. Поэтому тачку спрячем достаточно быстро, аккуратно. И хрен кто вообще её заметит, да? Ну, только если по камерам не будут смотреть. Хотя, хотя, хотя хрен его знает, ребята. Короче, посмотрим. В принципе, эту тачку нам только лишь скинуть. А там уже смотреть, что будет дальше. Даже не будем туда наведываться и смотреть. Ну, через некоторое время приедем и глянем. Если там, то всё зашибись. Если же нет, то просто жопа. Я надеюсь, что ещё тот, кто сдаёт мне этот гараж, не спалит мои данные. Хотя, я представлялся совершенно левым чуваком. Жесть, ребята. Просто жесть. Вы только гляньте. Это просто бомбическая тачка. Вот на ней надо ездить как минимум аккуратно. Так. Вроде бы, если я не ошибаюсь, у нас здесь гараж. Так. Нет, не здесь. Значит, следующий вот этот ангарчик, это именно наш. Так, 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 аккуратно. Вау. Охренеть её рвёт. Ладненько. Аккуратно, аккуратно. Мы её затаскиваем вот сюда. Отлично. Так. 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 И давайте, наверное, как-нибудь её тут вот так вот ставим. Чтобы, если что, вдруг можно было бы ещё одну тачилу пригнать. Так. Ладно. Разворачиваемся. Аккуратно, ребята. Так. Отлично. Мне уже это нравится. Так. Теперь вот так вот. Теперь вот так вот. Блин. Ну, превосходно же, да? Правда, мы немного хреново её поставили. Ну, да ладно. Вот так вот. Отлично. Теперь ближе к этому. Во. Всё. Короче, ребята, смотрите. Вот она наша тачка. В принципе, сейчас подсвечу, потому что видно, наверное, плохо. Но. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Не то, не то, не то, не то. Отлично. Вот теперь вот это. Вот она, в принципе, тачка, ребята. Ну, она реально могёт. Вы только гляньте. Она реально заряжена. Она была сделана под драк. И мы в этом убедились. Я не знаю. Чудом мы ушли от полицейских. По-моему, меня в жопу били, да? Или я ошибаюсь? Ну, может быть, максимум царапины. Немного гнутый бампер. Вот я вижу его немного гнутость. Ну, в общем-то, это не важно. И это достаточно офигенный экземплярчик для того, чтобы его либо разобрать уже в следующих сериях. Либо же его просто толкнуть, перебив номера и, соответственно, подделав документы. Тем более на такую тачку, я думаю, претендентов будет очень много. Всё, ребята, я отсюда сваливаю, потому что отстойник пока что будет мёртвым. Никто сюда больше не придёт некоторое время. А потом уже будем смотреть, что да как. Если же получится, то будет всё просто превосходно. Я смотрю, тут, походу, движка, ребята. И движка, вы гляньте, по-моему, по-моему, ещё в порядке, да? Вот тена и двигатель подарили. Зашибенно, ребята. Вот реально, зашибенно. Блин, сегодня просто какой-то джекпот. Угнали Камара. Да, это просто классно. Ладно, друзья, отправляйся, наверное, домой. Спасибо огромнейше за ваши лайки и просмотры. Спасибо огромное за то, что вы расстроили Настю. Вы просто красавцы, ещё раз повторюсь. Короче, друзья, для того, чтобы вы исправились, я думаю, что 5000 для неё будет достаточно. Да, не хотите 3000 ставить, то, в принципе, я могу лишь только уговорить её сниматься за 5000 лайков. Потому что, ребята, если вот она реально увидит, что вы хотите её видеть в следующих сериях, она пойдёт. Если же нет, то ни хрена она не будет сниматься, ведь я её знаю. Короче, ребята, всё в ваших руках. Я надеюсь на вашу активность и на то, что вы реально могёте, потому что вы же реально классные подписчики. Или же нет, а? В общем, всё. Всё. Также подписывайтесь на канал, если хотите пообщаться с нами в группе ВКонтакте. Есть чат для общения, где я отвечу всем. Ну и, конечно же, добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте. Ну и не забывайте нажимать на колокольчик. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok